В наши дни темп жизни у большинства людей просто бешеный. Скорее всего не осталось уже ни одного человека, которому было бы незнакомо такое понятие, как хроническая усталость или переутомление. Самое интересное то, что причин у этого явления намного больше, чем может показаться. Даже неправильно обустроенное рабочее место может привести к ужасному переутомлению. Хроническая усталость – это высшая степень переутомления. Довести себя до такого состояния может не только физически слабый человек, но и здоровяк. Симптомами хронической усталости являются ощущение бессилия, апатия, раздражительность, плохое самочувствие, дергающиеся века, чувство тревоги, озноб, скачки настроения и сонливость. И при первых же симптомах проявления хронической усталости важно тут же начинать действовать. Поспешите как можно быстрее восстановить и здоровье, и физическую силу. Как бороться с хронической усталостью? Пейте больше воды. Не забывайте о важности воды в жизни человека. Она необходима нашему организму ежедневно, причем в достаточном количестве. В день рекомендуется выпивать не менее полутора литров чистой воды. У спортсменов эта минимальная норма может быть даже выше. Вода нейтрализует лишнюю кислоту желудка. А еще она способствует выведению продуктов метаболизма и восстановлению кислотно-щелочного баланса. Регулярно меняйте род деятельности Долго заниматься каким-то монотонным делом не только скучно, но и утомительно. Постарайтесь регулярно менять род деятельности в течение всего дня. Можно делать 10-минутные перерывы в конце каждого часа, меняя умственную работу на какую-нибудь физическую нагрузку. Не менее полезно и важно наслаждаться каждым прожитым днем. Положительные эмоции и смех способствуют улучшению кровообращения. Это значит, что благодаря смеху весь организм лучше обогащается кислородом и питательными веществами. Не злоупотребляйте кофе Нельзя пить слишком много кофе. Содержащийся в нем кофеин лишь на время может отогнать сон. Однако через короткое время его эффект пройдет, а усталость усилится еще больше. То же самое можно сказать и о зеленом чае. А также от переизбытка кофеина повышается давление, что может привести к появлению головных болей. Придерживайтесь правильного режима питания Для хорошего самочувствия важно соблюдать правильный режим питания. Следите за тем, чтобы в организм попадало достаточное количество как растительных, так и животных жиров. Не менее важно, чтобы в рационе присутствовали сезонные овощи, ягоды и фрукты. А вот сладостей и полуфабрикатов лучше употреблять поменьше, из-за того, что в них содержится много вредных красителей и консервантов. Исключите из своей жизни сигареты и спиртное В организм курильщиков кислород поступает гораздо хуже, чем у некурящих людей. Если у вас сильная никотиновая зависимость и резко бросить курить вы не можете, то как минимум постарайтесь уменьшить количество сигарет. Не менее опасен для здоровья – алкоголь. Частое употребление спиртных напитков оказывает крайне негативное влияние на организм. Особенно, если он и без того ослаблен. Учитесь отдыхать Существует масса способов, позволяющих как следует отдохнуть и расслабиться после очередного рабочего дня. Для кого-то лучшим релаксом может стать 15 минут уединения. Кому-то станет лучше после горячей ванны или медитации. Другие предпочитают ароматерапию или прослушивание спокойной или классической музыки. А некоторые люди обожают расслабляющий массаж. У каждого человека наверняка найдется свой любимый способ релаксации, который поможет расслабиться, отдохнуть и успокоиться. Не засиживайтесь в интернете или перед телевизором В наши дни люди большую часть дня могут проводить за экранами мониторов, телевизоров, планшетов или телефонов. Все эти гаджеты и общение в социальных сетях отнимают не только ваше время, но и силы. Такое времяпровождение отдыхом точно не назовешь. Отдайте предпочтение активному отдыху на свежем воздухе. Следите за режимом сна Здоровый сон – это самое лучшее средство от хронической усталости. Он оказывает огромное влияние и на здоровье, и на настроение. Качественный сон поможет избавиться от переутомления и раздражительности. Планируя режим сна, не забывайте, что засыпать лучше не поздно, а длиться здоровый сон должен примерно 7 часов, плюс-минус час. Детям дошкольного и школьного возраста, а также студентам, не помешает вздремнуть часок в течение дня. При правильном режиме сна человеку стоит приучить себя ложиться спать в четко обозначенное время. Важно создать себе комфортные условия для сна. Засыпая, постарайтесь сделать так, чтобы в комнате было тихо и темно. И перед тем, как ложиться спать, не забывайте проветривать спальню в любое время года. А как вы боролись с хронической усталостью? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А с вами был канал NamedB. Спасибо, что вы с нами и до встречи!